Многие насекомые не боятся намочить лапы. Присоединяйтесь ко мне, Жоржу Броссару, и мы погрузимся в озера, чтобы посмотреть, что прячется под их поверхностью. Производство Пикском, Сене-ТВ и Ла Синькьем. Страсти по насекомым Автор сценария Натали Латье Ведущий Жорж Броссар, энтомолог Монреальского инсектария. Режиссер Герман Гутьеррес. Водяные насекомые Если бы я вырос в Нью-Йорке, Париже или Монреале, я сегодня не рассказывал бы вам о насекомых. Но рос я в сердце пышного зеленого рая, куда с радостью приглашаю и вас. В Квебеке. Лучше всего я знаю свои родные места. Аби-Тиби. Летим со мной. В Квебеке. Даже короткий перелет переносит вас в совершенно новый мир. Чистый, безмолвный и мерцающий. Тысячи рек и больше миллиона озер покрывают почти 250 тысяч квадратных километров провинции пресной водой, сверкающей как зеркало. Для натуралиста вроде меня, такой микрокосм — это чистый восторг. Здесь живут очень странные существа. Без чешуи и плавников они чувствуют себя в воде не хуже любой рыбы. Водяные насекомые. Что делает энтомолог, прибыв в такую страну чудес? Ловит рыбу, конечно. Потому что рыбная ловля и энтомология идут рука об руку. Видите эту грациозную крылатую красавицу? Она мертва. И это нормально. Это паденка. Одно из короткоживущих насекомых, которые весной тучами появляются в наших поселках и сводят рыбу с ума. Эти насекомые — суперзвезды в ловле форели. В Северной Америке для изготовления наживки используются больше 150 разных видов паденок. И эти приспособления творят чудеса. Но только если вы знаете, какую использовать, где и когда. Это настоящее искусство. Появление паденок весной — поразительное зрелище. Но длится оно недолго. Эти насекомые взлетают только, чтобы исполнить брачный танец. Потом они умирают. Вы скажете, печальная судьба. Но это не так. Любая форель может вам сказать, что паденки ведут двойную жизнь. Следуйте за мной. Вот она. Вот что я хотел вам показать. Этот забавный червячок — тоже паденка. Тоже самая насекомая. Хотя кажется, что паденка живет лишь несколько часов, она уже прожила почти два года в виде личинки под водой. Но паденка — не единственное насекомое, которое это делает. Это наша местная акула. Личинка веслокрылки. Она линяет. Посмотрите, на животе у нее странные волоски. Как думаете, что это? Просто... Это жабры. У рыб нет монополии на обладание жабрами. Они есть и у многих водяных личинок. Жабры могут находиться внутри или снаружи и позволяют насекомому извлекать кислород из воды. Жабры-вислокрылки похожи на шипы. Но жабры других насекомых удивительно разнообразны по форме и размерам. Например, этот гребень на спине. Или эти три пера. Но жабры — не единственная дыхательная система, которую могут иметь насекомые. Некоторые, как, например, веснянка, дышат прямо через кожу. Такой способ возможен лишь в воде, насыщенной кислородом. Другими словами, чистой и постоянно обновляемой течением. Так что присутствие веснянки — прекрасный показатель здоровья реки. Если веснянка исчезает, значит, вода загрязнена. Существуют и водяные личинки, которые почти везде чувствуют себя как дома. И я знаю одну очень назойливую. Особенно здесь, в Абитиве. Выйдя летним вечером на охоту в Квебеке, вы быстро забываете, кто охотник, а кто добыча. Эти места были бы настоящим раем, если бы не раздражающий кровожадный вредитель. Комар. Немного света, и вы поймете, каким массовым бывает их ежегодное нашествие. Есть много причин, почему в природе так много комаров. Во-первых, их яйца практически невозможно уничтожить. Они выдерживают температуры ниже нуля. А в случае засухи могут несколько месяцев оставаться в состоянии покоя, чтобы проклюнуться после первого дождя. Кроме того, у них очень короткий цикл воспроизводства. Их личинки превращаются в куколок меньше, чем за неделю. Через 48 часов на свет появятся первые взрослые комары. И комары неразборчивы в выборе места для жизни. Они прекрасно живут в чистой воде, в цветочном горшке, в стоках. Выросшие личинки москитов взлетают в воздух. Но далеко не все. В воде обитают не только личинки насекомых. Здесь также живет много взрослых шестиногих существ. Как они дышат под водой? Первоначально наши шестиногие водолазы жили на суше и завоевали водный мир только в ходе эволюции. Поэтому они дышат, как и их сухопутные собратья. Через воздушные каналы или дыхальца, которые расположены вдоль всего тела и действуют как ноздри. Но сухопутные жители извлекают кислород из воздуха, а не из воды. И оставаться живыми под водой сложная задача для этих насекомых, как и для нас. ласты, гидрокостюм, акваланг, регулятор, маска, трубка. Эти замечательные изобретения позволят мне наблюдать за моими русалками в их родной стихии. Изобретение трубки для подводного плавания стало решающим шагом в реализации нашей мечты исследовать подводную жизнь. Должно быть, так же было для Ронатры или водяного скорпиона. Он выживает благодаря длинной трубке, выступающей из конца его тела. Как моя маска с трубкой, этот сифон напрямую соединен с дыхальцами и, оставаясь над водой, позволяет насекомому дышать. Но у этой дыхательной системы есть свои недостатки. Водяной скорпион должен большую часть времени держаться у поверхности воды и нырять только, когда это необходимо. Я знаю, о чем вы думаете. Если насекомые изобрели плавание с аквалангом, почему они не чувствуют себя в воде, как дома? Вы подумайте об изобретательности этого жука. Без всякого снаряжения и знаний о головокружении и декомпрессии он прекрасный дайвер. Ныряющий жук близкий родственник наземного жука. Но этот жук превратил свой панцирь в гидрокостюм. Гидродинамический и смазанный слоем жира панцирь совершенно водонепроницаем. Даже когда жук полностью погружен в воду, он остается совершенно сухим. так как вода гораздо плотнее воздуха, людям нужны ласты для передвижения. У этого жука ласты очень сложные. Они окремлены волосками, которые распрямляются, когда жук гребет, и он легко передвигается под водой. гидрокостюм, ласты не хватает только акваланда. Когда жук всплывает, он собирает воздух под крыльями. Этот запас воздушных пузырьков хранится на конце брюшка, где находится дыхальца. Когда жуку нужен кислород, он просто берет его из воздушного пузырька. Эти пузырьки даже более эффективны, чем акваланги ныряльщиков. Но не все водяные насекомые проводят жизнь под водой. Субтитры Субтитры Она похожа на гибрид гидроплана и каноэ с выносными уключенными. Водомерки скользят по поверхности воды, не погружаясь в неё. Как у гидрофилит, концы её лап покрыты волосками. Они создают воздушную подушку между насекомым и поверхностью воды. Волоски также покрыты жиром. Он легче воды и поддерживает водомерку на поверхности, несмотря на её вес. Но волоски не только служат поплавками. Они помогают водомеркам чувствовать малейшую рябь на поверхности воды. Как мини-пират, она издалека находит гибнущий корабль и настигает его раньше, чем жертва успеет спасти себя и свои сокровища. Не только водомерки способны воспринимать рябь на поверхности воды. Жучки-вертячки тоже умеют это делать. Без фар и маяков они никогда не сталкиваются с другой подводной живностью. Они создают рябь, которую используют как локатор. Если волна возвращается слишком быстро, они знают, что впереди препятствие и меняют направление. Но они не просто двигаются в этом ритме. У них две пары глаз. Одна для зрения над водой, а другая — подводная. Кроме того, эти шустрые жучки — абсолютные амфибии. Они умеют лазать, нырять и даже летать. Стрейкозы — самый совершенный летательный аппарат на нашей планете. Они могут зависать, как вертолёт, летать задом наперёд и достигают скорости больше 100 км в час. В воздушной навигации нет ничего, чего бы они не умели. А в возрасте нескольких дней они представляют высоты подводных технологий. Способны дышать с лёгкостью рыбы. Плавают, как сирены, и охотятся с эффективностью акулы. Одна великая загадка делает насекомых самыми приспосабливающимися существами. Метаморфоз. А мы, жалкие сухопутные создания, можем лишь перечитывать романы Жюля Верна. И мечтать. Может, когда-нибудь и мы сможем наслаждаться свободой полёта или комфортом насекомого под водой, не используя никакой техники. Совместное производство Канады и Франции. Продюсер Мэри Армстронг. Оператор Герман Гутьеррес. Фильм озвучен фирмой СВДубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова